Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия, и мы играем в игру 12 замков. А именно, часть вторая и приключение Хэллоуин. Короче, сегодня мы с папой решили поиграть в вампиров. Папа, можешь просыпаться? Ночь уже началась, пойдем кусать людей. Это, конечно, здорово, но помоги мне отпереть эту крышку. Крышку? Да это же гроб! И вообще, зачем ты закрылся на все эти замки? Да, придется теперь спасать и открывать папу, иначе он в этом гробу рискует задохнуться. Ребята, вы только посмотрите, это же не комната, а настоящий кошмар. О, кажется, мы кое-что нашли. В одной из тумбочек находился шарик. Может, это запчасть от этой статуэтки? Но нет. Ладно, будем исследовать комнату дальше. У мусорки тоже ничего. Вау, стол со свечой и какой-то книгой. Угу, свечка нам точно пригодится. А в этой книге магические заговоры и обряды. А давайте-ка посмотрим, что еще есть в ящиках. Отлично, открывачка. А вот второй ящик не открывается. А это интересно, портрет вампира или папы? Да, эта пластилиновая комната выглядит жутковато. Так, тут оказывается есть еще люстра со свечами, поливалка и колодец. Попробуем опустить ведро. Крутим, крутим, крутим. Есть! Теперь можно поднимать. Ведро полное воды. Да мы, оказывается, тут еще не все рассмотрели. Здесь есть еще часы и пушка. О, а ведь у нас есть каменный шар. Давайте-ка попробуем его туда загрузить. И что? В итоге ничего? Странно. А вот есть еще одно каменное ядро. Подберем, вдруг пригодится. Еще на стене висит портрет бабульки. А рядышком каменная могила с цветочком. Да уж, ну и дела, и в придачу куча летучих мышей. Ну и конечно же, главный предмет это гроб, запертый на 12 замков. Однозначно, обстановочка не для слабонервных. Так, у нас прошло уже 2 минуты игры, а результатов пока ноль. Нужно срочно что-то делать. Попробуем зажечь этой свечой остальные. Оу, замечательно. А вот и ключик. Чтобы он выпал, пришлось дернуть за эту люстру. А теперь можно идти и пробовать открывать замок. Еще как-нибудь обязательно доберемся до этих банок. Ну а сейчас берем звездный ключик и открываем желтенький замок. Так, так, так. Посмотрим, что мы можем сделать еще. Может быть еще пульнем из пушки. И у нас есть еще один заряд. Ура, вот он, еще один ключ. Можно идти и снова открывать замок. Ну а по пути подумаем, что мы можем сделать еще. А давай-ка попробуем открыть эту банку с привидением. С помощью открывачки мы его выпустили на свободу и взамен получили ключ. А вот с этой банкой с глазастиками дела пока обстоят посложнее. Ну да ладно, вернемся к ним попозже. Итого у нас еще минус два замка. О, прикольно, этих мышей можно подергать. Ну а вот что делать пока с этим портретом не ясно. А вот эта шестеренка кажется от часов. Да, она точно с этого механизма. Но чтобы часы пошли, нам нужно найти еще хотя бы две таких. Так, а что это у нас? Ведро воды есть. А поливалка до сих пор пустая. Ну вот и все, осталось только найти для нее применение. Как думаешь, что тут можно полить? Может эти кустики? Отлично! Ну а цветок? Куда девать цветок? Может его подарить этой бабушке? Ну нет, кто ж дарит цветы портрету? Да и этот странный чудик тоже не оценит. О, стоп, у него на ранее необходимые для часов шестеренки. И как только раньше мы на них не обратили внимания. Так, здорово, часики пошли. А вот и ключ. Идем открывать замки. Итого у нас осталось еще пять замков и одна заслонка. Вот папа, скажи, ну как ты умудряешься все так усложнять? А сюда нужен код. И я, кажется, знаю, где его взять. Может быть он находится в книжке? Или нужно порыться получше в мусорке? Оба-на! На бумажке написано четыре цифры. Девяносто семь четырнадцать. Нужно запомнить и не перепутать. А вот куда нужен дом цветочек. Да уж, кого-то мы порадовали. И в знак благодарности он нам бросил ключ. Так что открываем беленький замочек. Ну и при этом, конечно же, не забываем про тайный код. Точно, это он. Минус еще один замок. Может попробуем взять подсказку и посмотрим, что делать с остальными. Ага, зеленый ключ находится у бабули. Чтобы открыть деревянную заслонку, нужно сложить все фиолетовые блоки. Ну а чтобы открыть банку с глазами, просто нужно покрутить крышку. Ха-ха, прямо сейчас и попробуем это сделать. О, глазики. Так, один, второй. Ой, а еще нам нужны еще глаза. Но нам почему-то удалось достать только два. Так, нужно поразмыслить, кому эти глаза могут понадобиться. Может быть, этой статуэтки? Что-то не похоже. В таком случае, идем дальше. О, а вот и обладатель этих глазищ. Взамен он нам дал код 5812. Получается баш на баш. Мы ему вернули зрение. А он, в свою очередь, нам тайный код. Так, и что нам осталось? Два замка и заслонка. И помня про подсказку, нам нужно сложить фиолетовые блоки. Которые, скорее всего, находятся в этой зеленой коробке. Да, нам нужно подобрать такую комбинацию, чтобы все картинки были фиолетовыми. Во всей видимости, придется поморочиться. Ребята, ну а пока мы будем пытаться сложить все эти картинки, я напомню, что вы находитесь на канале Страна Игрляндия, на котором вы можете посмотреть и другие прикольные видео про эту серию головоломок. А также на этом канале вы найдете и другие обзоры новых прикольных игр. А еще, если вам не сложно, то можете поставить лайк. И поделиться этим видео с друзьями. Ну а у нас тем временем тут намечаются уже кое-какие успехи. Ну-ка, где же наш заслуженный ключик? Опачки, да, это не ключик, а какой-то ломик. Ну да ладно, мы точно найдем ему применение. О, гроб уже почти открыт. Ну а также мы помним, что ключ находится у бабушки. А также у нас не разгадана таинственная загадка с летучими мышами. А вот и необходимая схема. Первую мышу нужно опустить, вторую поднять, третью опустить и последнюю в самый низ. Прямо сейчас и немедленно попробуем это повторить. Эту опустить. Вторую поднять, вторую поднять, ага, вот так, третью тоже опустить, а может и оставить на такой высоте. Пока их отрегулируешь как нужно, замучаешься. Ну а последнюю я точно помню в самый низ. Так, и почему у нас не получается, нужно свериться с инструкцией. А, вот она как, первая пониже, а третья чуть-чуть повыше. Во дела, чуть-чуть не так и не работает. Все нужно выполнять с ювелирной точностью. Ура, вот он ключ. Фух, это было не так уж и легко. Ну и осталось напоследок открыть последний зеленый замок, ключ от которого находится у бабушки. Эх, бабулька, бабулька, намучились мы с тобой. Чтобы она отдала нам ключ, нужно было поднять руку на этой статуэтке. Ну а сейчас, внимание, наконец-то папа на свободе. Вот я и свободен. Не прошло и полгода. Но пока мы искали ключи, наступило утро. Так что можешь запереть меня обратно. Ну уж нетушки, мы и так на эту игру потратили сильно много времени. Так что папа, поиграем с тобой в следующий раз. А на сегодня это все. Всем чао-какао и до новых встреч.